раз раз вы на канале олег ас и сегодня у нас очень интересный велосипед наверняка его все знают это легендарный велосипед украина хвз в 120 именно с этого велосипеда после войны пошло имя украина рядом вы видите велосипед в 110 также завода хвз он назывался прогресс прогресс выпускался в 50-е годы и именно на его смену пришел велосипед украина в 120 он выпускался с 1960 по 1968 год данный экземпляр который о котором я хочу вам сегодня рассказать последнего года выпуска именно 1968 года ну давайте посмотрим у него здесь есть такая даже номерная табличка где есть и его год выпуска 68 и порядковый номер 476 тысячи заодно у нас есть возможность сравнить эти два велосипеда и понять чем же отличалась украина в 120 от предшественника прогресс в 110 но первое что обращает на себя внимание по чему можно сразу определить что это велосипед украина не прогресс это сидение с вот таким вот кипятильником этот элемент получил прозвище кипятильник на самом деле это третья пружина которая позволяла более упруга этому сидению амортизировать дорожные неровности значит помимо этого отличается сама рама она стала более плотной более прочной значит в отличие от сварной рамой на прогрессе на украине рама крепится с помощью болта именно задняя вот задний элемент также поменялся багажник он получил прижимную такую вот пружину а у прогресса мы видим багажник немножко короче кроме того он имеет такой вот выступ и украиновский багажник он более такой функциональный ну еще самое главное отличие это абсолютно новый логотип который появился именно на вот этом велосипеде украина в 1960 году знаменитый логотип хвз с ласточкой можете посмотреть что на прогрессе был несколько другой он получил название и селедка и индеец вот но это все народное название руль по большому счету но также похожий на прогрессовский но и несколько другой все-таки у него вынос значит это украина в 120 в самом таком простом исполнении она также выпускалась из фары и с динамкой и кроме того еще могла комплектоваться передним багажником ну скажем так это все зависело от комплектации велосипедом данный экземпляр не самый бюджетный как видите у него хромированные обода обода с профилем типа чайка вот были также крашеные обода здесь в стиле хвз есть такие линьевки при том они двойные белокрасные здесь также присутствуют такие вот стрелы которые скажем хвз свое время позаимство от велосипедов немецких вот эти кстати стрелы наносились с помощью такой трафаретной краски и хочу обратить внимание что надпись украина здесь выполнена на украинском языке украина вот так что во времена советского союза национальная аутентичность еще присутствовал данный экземпляр в довольно неплохом состоянии конечно он требует еще реставрации финале он будет точно таким же как данный прогресс велосипед ценен еще тем что большинство дядек которым сейчас по 35 40 50 лет свое время учились ездить именно на таком велосипеде украина я скажу так что я тоже учился ездить в свое время на украины притом это было лет всем 8 мне наверно я не доставал не то что до седла я не доставал даже драмы и ребята тогда научились ездить по драмой то есть вот так вот просовывали ногу и сбоку от велосипеда пытались ездить вы знаете и получалось да конечно падали разбивали коленки но тем не менее то есть я научился свое время ездить именно на украине у моего дедушки был такой велосипед я очень любил на нем ездить и в один прекрасный момент мне показалось что он немного ржавый я достал первую попавшуюся заборную краску и сделал большое кощунство покрасил вот эти вот изумительные леневки вот эти все изумительные стрелки надписи обычной заборной краской до сих пор себя кстати ребята корю над об этом вот меня это гложет уже лет наверно 30 о том что я в свое время взял и испортил такой прекрасный велосипед но зато у меня есть теперь возможность реабилитироваться вот я нашел именно ту модель которую искал и теперь будем ее восстанавливать видео еще хочу заметить что у украина это уже третья генерация велосипедов хвз под таким именем у меня на канале есть история хвз где я расскажу о том что самый первый велосипед который самостоятельной разработки харьковского велозавода в 1926 году также получил имя украина и вторая генерация также выпускалась до второй мировой войны с 1935 по 41 год то есть данная модель это уже как бы реинкарнация легендарного имени велосипедов украина это третья ее генерация а внутри вот этой вот модели в 120 также есть несколько скажем генерации велосипедов то есть велосипед 1960 года у нас есть такой же также в реставрации он имел на раме баночки специальные в которых пропускался трос для заднего тормоза кроме того на заднем крыле у него еще были декали с эмблемой хвз новой с ласточкой это уже как бы последний год выпуска модели в 120 то есть максимально упрощенный велосипед все здесь ну предельно просто поэтому уже этих элементов нет но велосипед как видите очень надежный очень крепкий доживший до наших времен еще и прекрасно ездит оставайтесь с нами скоро я расскажу про новые модели хвз которые у нас также удалось найти подписывайтесь на канал и следите за анонсом